Здравствуйте! В эфире программа Спорт ТВ в студии Мария Колосова. Продумать тактику, настроиться на победу и не оставить сопернику шансов. 1 июля в спортивном комплексе ЮЗГУ прошел турнир по боксу, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Участие в нем приняли спортсмены из Москвы, Брянска, Воронежа и других регионов страны. Новички и опытные спортсмены всероссийского и международного уровня встретились на ринге в ЮЗГУ. 16 поединков, из которых 10 предварительных и 6 основных. Старт соревнованиям дал губернатор Роман Старовойт. Я желаю всем участникам турнира только победы. Желаю, чтобы все бои были без травм. Всем хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. Объявляю турнир по боксу, посвященный 80-летию победы в Курской битве, открытым. Первый бой самый волнительный и непредсказуемый. И недолгий. Во втором раунде техническую победу одержал Марат Гаспарян. Рассчитывал на все три раунда работать. Никогда не рассчитывал на то, что кого-то снимут. Но нокаут. И так получилось. Организаторы турнира пообещали, что он станет ежегодным. Очередная победа курского спортсмена. Велосипедист Алексей Башко стал восьмикратным чемпионом России в дисциплине маунтинбайк по спорту глухих. Ради заветного титула Курянин преодолел около 30 километров дистанции с различными препятствиями. Показать не только хорошую скорость, но и технику. Кросс-кантры – это настоящая полоса препятствий для велосипедиста. Переехать через валуны или бревна для спортсменов, выступающих в этой дисциплине – обычная дева. Но на трассе могут возникать и другие сложности. Нужно смотреть. И насчет велосипеда, и насчет себя. Кому подходит, кому не подходит. Например, если три человека – сильных спортсмена, то нужно думать, как их победить или убежать от них вообще. Алексею Башко 29 лет. 14 из них он занимается велоспортом. Проблемы со здоровьем никак не мешают Курянину постоянно занимать призовые места на соревнованиях. На чемпионате России Лужевский Алексей преодолел 8 кругов по 3,5 километра каждый. В маунтинбайке Курянин уже настоящий профессионал. И своим соперникам не оставил шанса. Для меня это было очень радостно, когда я стал чемпионом России. А так, я уже сколько лет участвую в чемпионатах России и уже привык хоть какое-то призовое место занимать. Тренер Алексей оценил их совместную работу на соревнованиях. Как говорят, если спортсмен выступает хорошо, это его заслуга. Если плохо, то это заслуга тренера. Ну а мы так обоюдно, скажем так, хорошо поработали и, естественно, достойный результат. А сейчас спортсмен усиленно готовится к международным летним играм сорт Олимпийцев «Мы вместе». Бесстрашные покорители стихии. Куряне стали участниками морской практики на Черном море. Из-за отсутствия интернета в Керченском проливе яхтсменам пришлось использовать бумажные карты и компас. Как им удалось добраться до берега, расскажем далее. Именно так каждый раз начинается заплыв у яхтсменов. Но прежде чем покорять Черное море, нужно в совершенстве освоить теоретические и практические навыки. Эдуард Мануэлов увлекся парусным спортом еще в детстве. Все началось с рассказов Джека Лондона. А теперь это неотъемлемая часть его жизни. Когда весной наступают первые теплые деньки, когда можно уже выйти на воду, конечно, это душе такое, сердце замирает, дыхание учащается и какой-то детская щенячья восторг. Увлечение Эдуарда парусным спортом разделяют и члены семьи. Его дочка Анастасия в первый раз вышла на воду на маленькой лодке «Оптимист» для начинающих яхтсменов. А сейчас с горящими глазами, наравне со взрослыми, рассекает бескрайние морские просторы. Сейчас прям есть мотивация ездить на соревнования. Мне не хватает именно вот этого чувства, когда ты борешься за место свое, чтобы быть на высоком месте в общем зачете и чтобы получить какое-то призовое место. Яхта, открытое море, возможность любоваться дельфинами на расстоянии вытянутой руки. Именно эти ощущения испытывал Эдуард со своей семьей и командой, отправившись в учебный поход. Но без трудностей не обошлось. В целях безопасности в Керченском проливе не работает спутниковая связь. Поэтому, чтобы добраться до берега, пришлось вспомнить, как пользоваться бумажными картами и компасом. Конечно, у всех были наши большие глаза, они все молчали, но тихо в себе переживали. И когда ушел инструктор, шкипер черноморский, они все набросились с меня вопросами. А мы вообще, говорит, сможем выйти? У нас получится. Такого наговорил, инструкции за год не выучишь. Я говорю, справимся. Не первый раз в море. Ощутить легкое дуновение ветра и полную свободу. Мы, конечно, не на Черном море, а на Курчатовском водохранилище. Но помечтать вообще-то никогда не вредно. Шкипер, правая руля! Есть правая руля. Доплыв до берега, мы пообщались с Сергеем, который вместе с Эдуардом и его семьей оказался в непростой ситуации в Черном море. Страха не было, признается яхтсмен. Для собственной же безопасности каждому участнику нужно было взять себя в руки и начать действовать. Не ждали кто-то такого момента, потому что привыкли пользоваться электроникой. Кто-то, как Эдуард, допустим, они знали, что это может всегда пригодиться. Мы не пугались, потому что, выходя в море, готовишься к различным ситуациям, понимаешь, что это море, что это стихия, и зависит только от твоих навыков все. Для маленьких и любознательных ребят, желающих укращать волны, Федерация парусного спорта проводит бесплатные занятия. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте. В 50-х годах прошлого века скейтборд рассматривался только как альтернатива пешему передвижению. Теперь же это олимпийский вид спорта. Попробовать в нем силы могут и куряне. В скейтпарке «Гелиус» прошел бесплатный урок, где все желающие смогли выполнить свои первые трюки на доске. Для новичков скейтбординг может показаться сложным. Начинать нужно с элементарных упражнений. Алиса Соловьева проводит скейтпарки второе лето, и ей уже почти покорился поп-шовет – трюк, в котором доска перекручивается на 180 или 360 градусов в воздухе. Для таких сложных упражнений нужна предварительная подготовка. Ну вообще в начале тренировки, вот как вы видели, у нас уже разминка идет, а потом уже основная часть, например, нам просто говорят делать какие-нибудь трюки, нас учат, и потом мы можем пойти на рампу. В команде наставников скейтбордисты со стажем. Тренер школы скейтбординга Никита Недокус покоряет рампы уже 8 лет и два года обучает ребят делать их первые трюки. Для него катание на доске – это свобода, стиль жизни и образ мышления. В первые занятия можно освоить езду, а именно из трюков маловероятно, что какие-то трюки будут получаться с первых занятий, потому что скейтбординг – это очень такое трудоемкое, сложное занятие, требующее усердия и упертости. Идея школы экстремальных трюков появилась в результате сотрудничества с Курской Федерацией скейтбординга. Мы это делаем уже два года, ну как важно. Это же необходимо и логично для того, чтобы ребята получали азы катания. Кто-то приходит просто кататься, а кто-то хочет достичь каких-то высот. А мы же знаем, что скейтбординг у нас три года назад стал олимпийским видом спорта, ну а почему нет? Может быть и из Курска вырастет какой-то талантливый и знаменитый спортсмен. Бесплатные уроки в скейтпарке «Гелес» проходят регулярно. Анонсы сотрудники Федерации публикуют в своей группе ВКонтакте. В Курске прошел турнир по боксу, посвященный памяти погибших в ходе СВО. На открытии зрителей встретили почетные гости – мастера спорта, ветераны боевых действий. В финале в главном бою за победу боролись чемпион мира по версии WBO Давид Гладун и чемпион России в среднем весе из Курска Архангаджиев. Мастер спорта, чемпион России, чемпион СНГ, чемпион стран Содружества – и это еще не все спортивные регалии Архангаджиева. Сам он признается, что решительно настроен на победу, и волнение перед боем ему не помешает. Главный бой турнира – выставочный. Несмотря на разную весовую категорию, чемпион своего дела уверен, что бой пройдет хорошо. У нас вторая категория разная. Он боксирует тяжело в весе, я супер в среднем. И у нас выставочный бой. Я думаю, все будет хорошо. Он весь на бене весит на 12 килограмм больше. Но это наш выбор. Я думаю, все будет хорошо. Победа – заслуга не только самого спортсмена, но и особый вклад тренера. Игорь Малыхин, за плечами которого около 30 лет наставничества, рассказывает о том, как прийти в бокс. В любом виде спорта развитие спортсмена происходит постепенно. Поэтому тренеру важно правильно подобрать соперника как для спарринга, учебного боя, так и для соревнований. Если говорить о профессионалах, то мы уже знаем, с кем наш боец будет боксировать. И под него подбираем партнера. Если левша, стараемся левшу найти. Организаторами турнира выступили Федерация бокса Курской области и Министерство физической культуры и спорта. В этом году много мероприятий посвящены различным памятным датам. В том числе празднованию 80-летия победы в Курской битве, а также подвигам наших бойцов, принимающих участие в СВО. Все мероприятия, включенные в областной календарный план официальных мероприятий, финансируются за счет средств областного бюджета. Но и нельзя не отметить большой вклад наших курских боксеров, в том числе финансовое проведение данного мероприятия, с той целью, чтобы мероприятие было более презентабельным, более высокого уровня. А в главном бою этого турнира победила дружба. Они будут выступать в Суперлиге. Женская команда «Атом Курск» готовится к предварительному этапу Кубка России. Он пройдет в Курске с 7 по 10 сентября. Сейчас девушки упорно тренируются. Анна Поспилова построила заветную карьеру не сразу. Девушка пробовала себя в спортивной гимнастике, конном спорте и футболе. Однако приоритетным среди длинного списка увлечений все же остался волейбол. Ему посвятила 10 лет жизни и готова поделиться опытом. Настрой, концентрация, поддержка, доверие друг к другу, что надо доверять игрокам, чтобы была уверенность и меньше негатива. Сейчас Анна вместе с сокоматницами в Суперлиге. Впереди выступление в высшем дивизионе чемпионата страны. А это значит, тренировки стали куда серьезнее. Но курянки к таким испытаниям готовы. Некоторые даже успевают совмещать учебу с профессиональным спортом. В прошлый год был очень тяжелый для меня учеба, тренировки. А тут еще и Суперлига, и 11 класс, и ЕГЭ. Все вместе очень тяжело будет. Столько перемещений делаем, столько движений. Из этого очень много травм, особенно колени, голеностопы. Так что нужно все разминать. Песок – это укрепление связочного аппарата, физическая сила, взрывная сила. Они все направлены, первый сбор, на то, чтобы заложить функциональную подготовку на весь сезон. Особое внимание волейболистки уделяют упражнениям на растяжку. Прокачивают и выносливость. А еще следят за внешним видом, чтобы на матче блистать во всех смыслах. Предварительный этап Кубка России по волейболу состоится уже в сентябре. А первая игра чемпионата страны запланирована на 1 октября. Там курянки встретятся со столичным «Динамо». А на этом мы заканчиваем. С вами была Мария Колосова. Смотрите «Спорт ТВ» и болейте за наши. Субтитры подогнал «Симон»!